Все случилось здесь, в жилом секторе поселка Ростыши, на улице Садовое кольцо. Трагедия произошла прямо на проезжей части. О масштабах ее можно судить уже хотя бы по многочисленным пятнам крови, которыми дорога здесь уже буквально усеяна. Двоих пассажиров 56-летний Сергей подобрал неподалеку от торгового комплекса «Три мартышки» на проспекте Гагарина. Молодые люди попросили подкинуть до Ростышей. Вот только платить изрядно нетрезвые парни изначально не собирались, а еще и хотели поживиться имуществом доверчивого таксиста. Для этого приготовили примитивное, но в умелых руках грозное оружие – розочку. Один из этих молодых людей, у которого была так называемая розочка, находясь на заднем сиденье, по прибытию на место, начал носить удары в область головы, лица и шеи таксиста, а второй его отвлекал, а также совершил активные действия по поиску денег и ценностей в салоне автомобиля. Истекающий кровью таксист сумел выбраться из машины, прихватив с собой ключи. На его счастье рядом проезжал автомобиль, сидевшие у него местные жители помогли мужчине. Я увидел на шее у него рану, то есть глубокая рана. Я воротником куртки пережал эту рану. Мы вызвали скорую, то есть девушки вызвали скорую, которые были. Позже Наилю и еще нескольким добровольцам удалось задержать одного из нападавших. Было видно, от него перегар был, вот, перегар был хороший такой. На него там все стали ругаться, орать, он потерянный был. Вот, ну, спустя где-то минут 15 он стал кричать, вот, стал говорить, ну, как, то есть у меня связи. Позже полицейские задержали и второго. Отпираться никто не стал. Как выяснилось, на преступный путь ребята встали, ну, совсем уж рано. Одному всего 17, другому исполнился 21. И в копилке уже не один эпизод. Один из них точно привлекался к уголовной ответственности. И в настоящий момент готовится на соединение дела по хищению чужого имущества, тоже из отдела полиции номер 5, по одному из этих молодых людей. Страдавший водитель сейчас в реанимации, но жизни его уже ничего не угрожает. Между тем, по словам руководителя такси «Жара» Александра Кудрявцева, случаи нападения на водителей не так уж редки. И, как правило, происходит это как раз, когда таксист сажает случайных попутчиков с обочины. Это у нас уже второй случай. Ну, в этом году первый, в том году тоже был похожий случай, как бы тоже было нападение, тоже ножевое ранение у водителя. Вот, надеемся, что, как бы, эти преступники малолетние накажут их по полной, как бы, программе. Потому что человек сейчас лежит в больнице, как бы, в тяжелом состоянии. Вот, у человека также семья, дети есть. Двоим злоумышленникам уже предъявлено обвинение по статье «Разбой» с причинением тяжкого вреда здоровью. За это преступление молодым людям грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Виталий Сапожников, Дмитрий Примачек. Наше время.